Всем добро, друзья мои! Меня зовут Роман, я самостройщик, я строю свой дом своими собственными руками и на данном канале я делюсь своими достижениями или какими-то продвижениями. В прошлой серии мы остановились на фундаменте, ссылочку на него в правом углу вы увидите. Вот сейчас как вы видите уже возведены стены погреба, данные стены они оштукатурены, нанесен праймер бетамный в два слоя, наклеена гидроизоляция самоклеящейся, нанесено утепление в два слоя по 50 миллиметров ЭППС экструзии, накинут баннер, и частично произведена обратная засыпка. Давайте сейчас вернемся к тому моменту на чем я закончил и поэтапно я буду вам рассказывать о том как же возникли эти стены и какой был промежуток рабочего времени между тем как был залит фундамент и начата данная вкладка. Фундамент уже креп, три дня я его проливаю, сегодня ночью всю ночь шел дождь, вот опалубка начала уже отходить, самое время ее снимать. Залилось все отлично, нигде никаких трещин нет, все чесненько, все просто превосходно. План действий на завтрашний день снять опалубку, все раскрутить, аккуратно убрать, дальше там где не досыпы, все досыпать, убрать. Здесь вот этот вот вывалившийся бетон, убрать, здесь все убрать, 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 все выровнять, заподлицо и пройти виброплитой, отрамбовать все. Хлам так конкретно четко мощно. И послезавтра уже надо будет вести кирпич и будем осваивать кирпичную плату. Крайние щиты у меня прикручены прямо к плите. Это сделано для того, чтобы выдерживался уровень строго и чтобы не разъезжалась опалубка. Данным образом крепежка произведена здесь и на вот этой части, на вот этой стороне. После того, как я сниму щит и уберу уголок, я заклею данное отверстие маленьким кусочком самоклеящейся гидроизоляции. Если можете заметить, я оставил по паре саморезов везде по середине, по краям, для чего это сделано. Помните, в ролике про опалубку, где я усилял опалубку перед заливкой, я рассказывал о перфоленте, которая стягивает углы щитов. Так вот, у меня осталось великое множество обрезков. Этой самой перфолентой очень много кусочков. И сейчас я попробую с помощью данной перфоленты и куска трубы, 15-й трубы, которую я использовал для отбивки высот при заливке подушки. В общем, с помощью нехитрой конструкции я попробую оторвать данные щиты с места. И потом уже попробую с помощью, опять же, вот этих петелек, попробую вытащить эти самые щиты. Посмотрим, так ли крепкается перфолента, как я вам о ней рассказал. 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 Я уже зарекался, когда делал опалубку под стены дома, никогда не делать опалубку впритык от миллиметра к миллиметру. Если вы помните, вот ранние ролики, там есть момент, где я колупал-колупал. Очень долго я не мог вытащить, потому что опалубка также после дождей разбухла и распёрла в закрытом контуре. Я там просто умирал. Аналогичная картина получилась и здесь. То есть щиты были вообще плотны друг к другу прикручены. Вот. И пришлось местами кое-где сильно откапываться. Повезло ещё то, что вот эти щиты, вот этот и вот этот, они состояли из двух половинок. То есть, вот этот вот и вот половинка. И вот один щит и вот половинка. Пришлось их раскрутить и только благодаря этому вынул длинные щиты и только после этого смог вытащить короткие. Как бы я ни обрекался, как бы я ни старался, вытащить их было невозможно. И вот только благодаря перфоленте не пришлось откапываться до самого края. Если бы щиты были цельными, я бы, не знаю, я бы, наверное, отпиливал бы их. Потому что другого выхода я не вижу. Плёнку сразу говорю на выброс. Больше никогда не куплю вот такую плёнку. Не важно, чёрно-белая она там, чёрная вернее или прозрачная. Данная плёнка 150 микрон. Рвётся при малейшем. Я пользуюсь всегда вот такой вот плёнкой. Прозрачная 200 микрон, самая крепкая. То есть иногда выдерживает даже зацеп арматуры, визуальной проволоки. Ну вот. Ладно. Всё засыпаю. Значит, по той части, как у меня идёт дренажные каналы. Значит, 60 сантиметров так засыпаю обратно песком. А здесь уже всё глиной и снаружи. Всё подравниваю. Ну, вперёд. Погнали дальше работать. Дождь как будто меня ждал. Только подравнял. И пошёл. Тоже третий за день. Так и приходится работать урывками. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну в общем пропилил я маленький кусочек, сейчас попробуем его оторвать, держится чисто на клею. Вот так вот, ребята, то есть отрывается пена, но не пояс жестко, я его тут поклеиваю. Прямо капец, сейчас буду прорезать второй, тут тоже сидеть на пене, тоже будем отрезать. Писота, взял пока 2,20, а там походу пьеса будет видно. Писота, взял пока 2,20, а там походу пьеса будет видно. Ну что, друзья, вы сами все видели. 7 поддонов, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот такой вот кирпич, давайте сейчас откроем. Кирпич полуторный, полуторный, чтобы хоть как-то немножко ускориться и чтобы меньше было рядов. Полуторный кирпич, кирпич называется пустотелый, на заводе сказали, что 13% пустоты допускается. Вот такой вот сделай кирпич, но главное не в этом. По ГОСТу, если память не изменяет, по ГОСТу влага на освещение кирпича допускается по 12-14%. Сегодня посмотрел паспортно-кирпич на заводе, знаете сколько? 16,9% может себя впитать. В определенном случае это мне сыграет на пользу. Чем больше кирпич сможет впитать в себя влагу, в дождливую, в такую погоду, в облажную, тем дольше он ее сможет отдавать в сухую погоду. То есть, эта сорбция способна спит, как она очень нарукнула, для погреба. Вот. По расчетам, 7 поддонов по 252 кирпича мне должно хватить. Может быть чуть-чуть не хватит, там немножко. Просто очень страшно. Один поддон всегда нужно будет привести. Вот. Значит, что касаемо деревянных поддонов, их можно вернуть. Этим поддон стоит 300 рублей. Далее. Моя задача сейчас вот эти два поддона скрыть и разложить за пределы сокола, все, чтобы можно было спокойненько по ниточкам выставить на сухую. Первый ряд в смире диагонали и уже начинать вкладку. Хотя должен признать, что кирпичная вкладка для меня будет именно стена. Это впервые. Единственное, что я делал, это вот соборы ставим. Ну, а здесь стена. Стена толщиной в кирпич. Для меня это будет такой нонсенс. Такой конкретной вкладкой я не занимался, поэтому будем осваивать. И поэтому заранее говорю, что если где-то будут какие-то косяки, то прошу сильно не пинать. Что еще? Вчера успел выпилить пеноплекс с одной стороны и со второй. Где-то какие-то грибки оторвались, какие-то оторвались от утеплителя. А какие-то, как на этой стороне, я их просто срезал, потому что оторвать их было невозможно. И пришлось срезать. Сейчас перетаскаю весь кирпич за периметр. Один ладон разобрал. Перекину за периметр. Радует то, что нет ни одного сломанного кирпича. Есть небольшие сколы, но это ничего страшного. Слушайте, почему нельзя сухую просто взять и выложить? Я бы за день, может быть, за два, я бы его точно сразу выложил. А так 252 кирпича это много. Вот остался второй поддон. Возможно, вы скажете, зачем в центр ставил. Можно было где-то там наверху поставить, чтобы не перекладывать. Извините, переложить на расстояние вытянутой руки гораздо проще, чем потом тускать их сверху. Поэтому двигаемся дальше. Погнали, второй поддон. Вчера вечер закончился на том, что я прошел праймером. Можно было бы этого не делать, но если можно сделать. Погнали. Там были праймеры ушли совсем немножко. Вчера вечером было жарко. То есть он растекся. Укладывать я буду рулон на гидроизоляцию Bicrost. Ширина бикроста 68 сантиметров. Потому что от него уже ленточку отрезал вон туда наверх. Сейчас мне надо пополам ее распустить. Это как раз пойдет на ленточке. Вот сюда, по периметру. Сейчас бушиком отбил одну сторону. То есть у нас вырез шел ровно по лучу. Практически ровно. То есть луч я направил прямо по стенке. Вот его видно. Здесь немножко он падает здесь и сразу на стену. Потому что он немножко толстовый. Вот. Мне это важно. Если приставить. Смотрите. То видно, что лучик идет везде по краю гидроизоляции. То есть сейчас если гидроизоляцию задавить. Да. Так вот, чтобы она вообще у нас была неподвижна. То один перпендикуляр у нас уже есть. Носительной стены и первый угол. Так же с помощью бушика здесь уже вывел. Выставили вторую сторону. То есть опять перекрестие. Один луч идет прямо по краю гидроизоляции. Гидроизоляции. Второй получается у нас тут нахлест. Но его сейчас я уже править не буду. Потому что там уже все зажато. Я просто подрежу его вот так вот и все. Мне так проще. В общем там видно, что здесь по краю робероида. Здесь луч идет везде по краю робероида. И здесь на стене по краю стены. Перпендикуляр. И при этом лучик попадает. Прямо в перекрестие. Прямо вот. Да. Вот лучик попадает в перекрестие. То есть сейчас строгий перпендикуляр у нас идет. И вот осталось отбить еще два угла. Вот этот. И вот этот. Ну это уже проще. Ну а на этом у меня сегодня все. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. В следующей серии значит мы будем поднимать стены кирпичные. Вот. В следующей серии я расскажу как я проводил эксперименты с раствором. Поскольку для отсыпки цокольного этажа я купил большое количество 19 с лишним кубов речного мытого песка. Из него я пробовал сделать смесь и укладывать кирпичи. Что из этого получилось вы увидите в следующем ролике. Также я пробовал добавлять АОС моющее средство. Также я добавлял другой песок. На какой конечной смеси я остановился вам покажу. Покажу для чего нужен лазерный нивеллер в следующей серии. И как он облегчает работу в небольших таких помещениях. Покажу как можно ввести параллельный ряд второй кирпичей. Если кладка у вас один кирпич. И что-то будет еще интересное. Поэтому я с вами прощаюсь ненадолго. Лишь до следующей серии. Увидимся с вами в старых роликах. Увидимся с вами в новых роликах. Желаю вам огромного здоровья. Удачи. И быть всегда на позитиве. Всем пока.